Просто это какая-то шляпа, что должно загореться, наверное. Ты видел? Это правда работает! Запах говна. Кто бред, мне кажется. Дешевня, дешевнёй. Чёрт, и что, и сбоку бантик. Воняет клеем. Жвачка какая-то. Привет, мои хорошие, с вами Селена Све. И сегодня у нас будет видео распаковочка посылок с сайта Джу. Смотрите, сколько их у меня. Самое интересное, как я вам рассказывала, я не люблю раскрывать посылки, но мне нужно было понять, с какого сайта какие посылки, потому что ещё у меня будут посылки с Алиэкспресс. И чтобы я могла понять и снять для вас видео, иди скорее поздоровайся. Иди. Да, мои сладкие. Я их открывала, то есть... О, да, упал у меня телефончик. Я их вот так открыла, посмотрела, а, всё, это оттуда. Открыла, посмотрела, а, это оттуда. То есть я не раскрывала, не делала никакие сводчи, ничего не мерила, не смотрела. Сейчас хочу вместе с вами всё это посмотреть и удивляться вместе с вами. Как знаете, сайт Джум, он непредсказуем, и как и Алиэкспресс, может прийти всё, что угодно. Я буду немного подглядывать в телефон, чтобы понимать, что для чего я заказывала. На самом деле у меня ещё очень много посылок придёт с сайта Джум. Пока что мы посмотрим. Значит так, я уже некоторые знаю. Первое, что мы попробуем, давайте, это вот. Я заказала вот такой карандашик. Это карандашик тени, хайлайтер, что-то такое. Видно вам было, нет? Я так быстро показала. Вот, вот такой вот он. Я его даже не распечатывала. Он запечатанный полностью, это очень хорошо. А сколько он стоил, кстати? Я буду цену вам говорить сразу. Этот карандашик стоил 53 рубля. Так. Ну, здесь написано, что он как веки, то есть красить. Были разные цвета. Выглядит он вот так вот. Я сделаю сводчик. Сводчик. Слушайте, ну красивое, красивое. Как хайлайтер можно использовать его, кстати, смотрите. На носу так нарисовали, допустим, да? И растушевали. Как хайлайтер. Можно вот тут. Ой, красиво как. У меня вообще есть карандаш, который я заказывала Ева Мозаик, по-моему. Не помню, сколько он стоит. Но, по-моему, немало так стоит. И он вот такой же прикольный. Да, мне нравится. Также можно подмазывать вот тут вот глазки. Беленьким. Смотри, Дэн, красиво? И что ты ешь в левушку? Смотри, мама красивая какая. Знаете, в уголках вот так может. Ну, все. И я стала более красивая, да? Тебе нравится? Поцелуй, мама. Я тебя люблю, солнышко. Аккуратно перешагивай. Так, значит, карандашик от Адобрямс. Да. Я не знаю, как оставлять вам ссылки, не ссылки с Джум. Я постараюсь оставить все ссылки под видео. У меня не только будет косметика, естественно. У меня будут еще приколюшки. Вот, например, мне очень понравилось это... Что это? Это термометр. Термометр просто это какая-то шляпа, хотела сказать. Просто это какая-то шляпа. Я не знаю, одноразовый он или многоразовый. Да. Но я люблю все такое. Он вообще стоил, по-моему, там какие-то копейки. Значит, вот такая инструкция. Тут показаны шарики. Вот сам термометр. Я не верх ногами его держу. Ну, конечно, верх ногами. Дэнь, вообще-то для детей. Хочешь тебе прилепим на лоб сейчас? И тут показывает 36, 37. Хотя здесь тоже. Здесь тоже. Ну, вот смотри, Дэнь. Ну, вот это надо как-то приложить. Колбу, иди сюда. Не хочешь? Ну, не надо. Мы прикладываем колбу, видимо. Что, должно загореться, наверное? Или нет? Я до конца не в курсе вообще, что должно произойти. Давайте я пока зайду, посмотрю, что это вообще. Так. Термометр. Да, написано детский термометр. Вот так он прикладывается у нас к ребенку. Видите? Видите, не видите? Я не знала. Так. Ребенок, ребенок, лоб, температура, наклейки головы. Ну, вообще, это должна быть наклейка, да. Не знаю. Вот так вот видно, не видно что-нибудь. Вообще, это наклейка должна быть. Давайте мы ее отдерем. Отодрем. Короче, я не могу открыть ее. Тут написано, что это... Вот, шага, хоть. Можь. 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 Потыкнусь, а у вас. Смотри, вот так там было нарисовано. Вот так вот тут поделаешь. Ребенок, и ребенок, температура тут показывает. Чего ты платишь? Какой-то квадратик должен загореться. Давай, давай я тебе на лоб. Ну, все, все, не хочешь, не надо. Короче, я не знаю. Что-то должно загореться, может быть. Сколько написано наклейка? Она не наклеивается. Хочешь взять себе? Ай, нет, смотри. Ты видел? Это правда работает? Появляются цветные штучки, смотрите. Только я не знаю, почему она не клеится. Тоже что-то я неправильно делаю. Смотрите. И не говорите, что вы не видели. Смотри. Видно, нет? Короче, я прям вижу. Появляются цветные... Вот они, 35-36. И они сразу отходят. То есть это настолько чувствительно. Только как клеить, непонятно. Мне нравится. Все, она очень быстро. Ага. 26 рублей, кстати, стоит это. Они не наклеивают. Хотя написано наклейки голова. Это не для наклейки. А просто прикладываете. Вот ребенок спит, например. Вы прикладываете. И все. И начинают появляться цвета на квадратиках вот здесь. Вот. Сколько держать, непонятно. Но типа это можно ребенка, ну, понимаете, не поднимать. Там ничего не делать. Посмотреть, сколько у него температуры. Ну, того. Ну, 26 рублей такая приколюха. Почему бы не иметь дома, да? У меня 36 градусов. У меня сразу горят две вот эти вот штучки. Короче, вот такая вот фигня у нас одна еще есть. Еще я взяла вот такую протиралочку. Но, к сожалению, у меня нет с собой никаких очков вообще. Чтобы проверить, как она протирает. Здесь мягкие подушечки такие. Ну, такие, знаете, не чтобы прям сильно мягкие, но нормальные. И типа вот очки я прям такая зажимаю здесь очко. И вот так начинаю елозить. Стоит такая штучка. Не знаю, мне показалось прикольным. Ну, больше, наверное, для прикола вот именно что. Стоит такая штучка всего лишь 32 рубля. Ну, почему и нет, да? Какая легкая. Ну, может, мало ли понадобится что-нибудь аккуратно так протереть без рук. Дальше, дальше, дальше. Смотрите, что я взяла. Это вот такая вот непонятная красная штука. Но на картинках было видно, что если ее поджигаешь, то начинается дым красный. Я взяла попробовать красную только пока что. Потому что, ну, фотосессии, какое-то видео. Я постоянно пыталась снять какие-то клипы, да, интересные. Я подумала, что, может быть, будет интересно. И где-нибудь, ну, естественно, не в доме. Сейчас я поджигать это не буду. Это будет поджигаться, где... Ты бы подожгла дома? Конечно. Да не, ну а вдруг сейчас вообще прикинь, как за... Да ладно? Задымится здесь. Но там прям конкретно показывают. То есть, вроде бы, как сильно должно быть что-то. Но это очень штучка интересная. И она стоит вообще тоже копейки. И там есть синие, белые цвета. Сейчас я посмотрю, сколько она стоит. 65 рублей одна вот такая штучка стоит. Дорого, нет? Ну, если она дым такой делает. Новый год, почему? Фотосессия больше всего. Ну, в общем, как-нибудь покажу в следующем видео. Может быть, покажу в следующих покупках с Джум. Как раз-таки мы ее, может быть, с тобой испробуем. Да, что у тебя с носом? Я вот это вот тестировала штуку. Чего, не похоже на хайлайтер, что ли? Хайлайтер. Дальше интересная вещь. Я только не знаю. Тут типа для фокуса. Здесь вот такая бумага. Давайте посмотрим. Короче. Фу. Запах говна. Реально говорю. Ай. Она пахнет, как будто она где-то непонятно чем пропитана. Тут показывается такая тема, что это типа фокус. Типа, ну это нифига не наклейка. Если ее между пальчиками вот так сделать, можно пальцами вот так делать, и типа дым появляется или загорается что-то. Типа фокус. Дым от палец. Это магии трюки. Ну, давайте попробуем. Я не знаю, может быть, кусочек вот так взять. Но это же надо, наверное, как-то приклеить. А как иначе она будет делаться? А ну-ка. Как-то бред, мне кажется. У меня никакого дыма нет. У меня просто грязные пальцы. Я не знаю, как это работает. Просто бумажка. Не, по идее, чтобы был дым, наверное, должно быть еще что-то на пальцах. Тут должно быть с одной стороны одно, с другой стороны другое. Или как-то резко, но ее надо приклеить. А как ее приклеить? Обычная тебе бумага. Короче, это фигня. Я потратила 25 рублей просто на какую-то херню. Дальше у нас... А, кстати, вот такие штучки у меня были. Вот такие вот. Это тинта. Тинта для бровей там, для ресниц. Но, по-моему, вот это я взяла тинт для бровей. Сейчас мы посмотрим. Такие бутылочки. Мне очень понравилось тогда. Они делали такой красивый цвет. Очень многие спрашивали. У меня давно еще, когда я только начинала вести канал. Слушайте, здесь такая резиновая штука. Прорезиненная фигня. Я не буду пробовать на бровях. Я сейчас попробую вот здесь поставить полосочку. Темно-коричневого цвета. Сейчас она должна подсохнуть. И, по идее, мы сдираем пленочку, и остается тинт. Мы проверим это попозже. Стоит такая штучка 89 рублей. В принципе, недорого. Если сейчас она реально работает, то это было бы клево. Такой темно-темно-коричневый цвет у меня. Было, по-моему, там всего три цвета каких-то. Дальше. Пока наш тинт подсыхает, мы посмотрим, что же нам еще приготовилось. А, мне очень понравились там на сайте джун. Мне понравились часики. Мне понравились они тем, что они были с цветком лотоса в середине. Сейчас я их заставлю. Очень какие-то красивые такие часы. Видите, там лотос внутри. Вот, красиво. Да? И со стразиками такие вообще аккуратненькие. Конечно, выполнены они очень стрёмненько. В плане вот этот ремешок какой-то весь. Здесь вот прям видно. Дешевня, дешевней. Как-то приклеено. Ну, вид как бы, в общем-то, нормальный. Как-то, в общем-то. Сейчас я посмотрю, они по размеру вообще подходят или как? Ну, по размеру, кстати, подходят. У меня очень тонкие руки, и мне прям хорошо. Вот он, допустим. Вот. Единственное, ещё непонятно, что здесь. Вот они не идут. А, здесь всё, я поняла. Ну, это нормально. Здесь такая штука есть у нас. Сейчас мы попробуем её. Здесь зажим. Зажим такой. Сейчас я её открою. Вытащу его. Вытащу. Опа. И закрою. Пошли. Всё, значит, там входит механизм этот. Ну, всё, они достаточно простые вообще такие. Не знаю, может быть, кому-нибудь подарю. Красивые, правда. Но этот цветочек, я думала, что он там внутри, знаете, сделан выпуклый. Но он не выпуклый, он нарисованный. А стразики выпуклые. Ну, такие часики. Сколько же они стоят, интересно. Я уже и не помню, на самом деле, сколько они стоят. Стоят они всего лишь 147 рублей. Очень ещё необычная вещь. Я заказала, но я почему-то изначально думала, что это какая-то фигня. Это такой розовый комплект. Розовый комплект. На сайт, по-моему, выглядел очень красиво. А на деле, на деле, вообще-то какая-то рыбацкая сетка, если честно. Опоминает мне очень, знаете, москитную сетку. Пришитые кружева. Так, это такой у нас прозрачный розовый, такой, вы поняли, халатик. Прозрачный розовый халатик. Вот с такой вот обычной шёлковой лентой. Я не знаю, как я его буду мерить. Я его не буду мерить, потому что я не знаю, что под него одеть, чтобы он был прилично. Прилично выглядел вообще. Ну, вообще, это, честно говоря, чёрт и что, и сбоку бантик. Серьёзно вам говорю. Позорище просто. Я к любимому в таком не поеду. Я разное заказывала на китайских сайтах, но вот это вообще... Ну, можно его использовать, знаете, что-нибудь придумать такое, и будет такая розовая фата. Я же люблю, чтобы было всё такое. Розовая фата. Что-нибудь придумаю. Ой, у меня же корона есть розовая. Скоро вам покажу, блин, её. Ну, так, чё-нибудь тоже красиво будет. Так, ладно, с этим всё. И ещё у меня есть ещё одна покупочка. Люблю розовый цвет. И люблю такие всякие штучки. Антистрессы. Это такой... Давайте сразу посмотрим, сейчас я влезу, вдруг руки испачкаю. Скажу, сколько он стоит, и что это такое. Стоит это 43 рубля. Это, как вы поняли, антистресс. Давайте его достанем и помнём с вами немножко. Я люблю такие штучки. Они, правда, портятся, но через какое-то время, то есть они не вечные, понятное дело. Хотя кто-то там что-то смачивает, что-то делает, продлевает таким игрушкам жизнь, да. А вот. Воняет клеем. Посмотрим, насколько он не липнет к рукам. На руках ничего не оставалось. Это вот самое главное. Вроде нормально, но вообще... Ой, пока не очень приятные ощущения. Антистресс тут пока не работает. Так, ладно. Что-то там осталось в пакете. Такая мягкая стучка. Здесь в шариках она. Очень, кстати, приятно. Такой массаж, мне кажется, даже сразу идёт для пальчиков. Моторика такая. Ой, слушай, для ребёнка классно. Потому что вот эти шарики, они прям делают своё дело какое-то. В принципе, ничего к рукам не липнет. У меня ничего на руках не остаётся. Небольшая влажность такая какая-то, лёгкая. Дэнечка, иди посмотри, какую штучку мама купила. Дэн, глянь. Антистресс с шариками. Хочешь потрогать? Айди потрогай. Короче, прикольная штука вот она. Хочется его и понять вот так. Прикольно. Классная. Видно вам? Вот она всё в таких мелких-мелких шариках. Вот она. Прикольная очень. Так, что с нашим тинтом, кстати? Он здесь у нас подсох. Чтобы я забыла про него. Сейчас мы сдираем корочку. И у нас остаётся, смотрите. Вот такая тёмная корочка была. И у нас остаётся вот такой вот натуральный тинт. Слушайте, это очень клёво, мне кажется. Для бровей очень классно. Прям татуаж. Цвет очень красивый, приятный. Такой вообще не тёмный, натуральный. Вообще, эта штучка классная. Я рекомендую вам её. Ой, короче, вот такие посылочки. Мне всё нравится. Впереди ещё много посылочек. Более крупные есть. Я там свет покупала, отражатели. Ещё какие-то приколюшки весёлые. В общем, много всего потихоньку. И на сайте, кстати, я посмотрела, обновляется. Обновляется всё время ассортимент. Я сначала зашла, что-то там полазила, полазила. Что-то выбрала, ничего нет. Потом зашла через недельку, через две. А там, оказывается, много-много всего. Думаю, да, ещё посмотрим. Не знаю, сколько этот антистресс продержится. Но мне он нравится. Сейчас ещё Дэнки поиграет. Всё, мои хорошие. Вот такие покупочки у меня были с сайта Джун. В общем, я довольна. Есть какие-то приколюшки за небольшие деньги. Так что прям сильно расстроиться. Я не расстраиваюсь. Ну, даже вот из-за этого хотя бы халатика. Просто потому что... Ну, я знаю. Я знаю, что это китайские сайты. От них можно ожидать что угодно. И как-то я не рассчитывала на то, что это будет какой-то крутой пенюар. Ну, а некоторые прикольные вещички маленькие. Ну, и было, что вам показать интересненько. Вот. Всё, пойду снимать стресс. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Дэн, ну иди попробуй, зай. Вообще прикольная штучка. А если мы её разорвём вот так и потянем? Вот так вот. Она как жвачка какая-то. Как жвачка.